Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первый день Страстной Седмицы посвящен евангельскому повествованию о конце мира. В Евангелии это повествование соединяется с иным повествованием о конце Иерусалима, о раззарении Иерусалима, которое произошло во времена императоров Тита, а затем Веспасиана. Через нашествие римлян на это место от города практически ничего не осталось. И за десятки лет до этого скорбного события Господь, предвосхищая эти события, рисует страшную картину, разрушение Святого Града и разрушение столицы иудейской. И вот в это повествование включает еще более сложное для восприятия человеком и еще более грозное повествование о конце мира, о конце истории. И, наверное, ключевая фраза всего этого повествования – «По мере охлаждения любви придет беззаконие». Господь присутствие любви в человеческом сердце связывает с жизнью. Плодом любви является рождение детей. Любовь наполняет всю человеческую жизнь. И если она исчезает, то человек становится нежизнеспособным. Но, наверное, в самом грозном смысле этих слов все это относится к человеческой общности. Если исчезает любовь, то распадаются связи, соединяющие людей. Наверное, современному человеку трудно провести все эти параллели, потому что понятие любви так извращено массовой культурой, что вот эта мистическая, таинственная, Богом определенная миссия сего святого чувства сегодня практически не опознается в современной жизни. Но это горе людей, но никак не слабость божественных слов. Мы должны ясно понимать, что с исчезновением любви исчезнет способность людей жить вместе. Вот почему главная тема христианской проповеди – это проповедь о любви, а значит о жизни, а значит о продолжении человеческого рода, а значит о продолжении человеческой цивилизации. Самое главное послание христианства имеет непосредственное отношение к судьбам мира и человека. Вот если через эту эсхатологическую перспективу посмотреть на христианскую проповедь о любви, то станет ясно, что наша проповедь о самом главном, ничего более важного, не существует. Сегодняшний день вводит нас в Страстную Седмицу и приближает празднику Светлого Христового Воскресения. Мы пройдем вместе с евангельским чтением мыслями своими, сердцем своим через все эти тяжелейшие моменты евангельской истории, связанные с пребыванием Спасителя в Иерусалиме. Первые три дня, которые посвящены были особой проповеди, особым обращением к людям, Господь никогда ранее не говорил с такой силой, как Он говорил в эти последние, предшествовавшие Его страданиям дни. И вот то, что мы сегодня слышали в Евангелии, это из этих слов Спасителя, предварявших Его страдания. Ну а затем предательство, страдания, крест, муки и славное воскресенье. Страстная Седмица вводит нас в самую сердцевину евангельского послания. Мы прочитываем самые важные страницы Евангелия в эти дни. Как важно, чтобы это чтение сопровождалось и молитвой, и размышлением. Потому что каждая строка Божественного Слова действительно открывает перед нами тайну спасения. Нередко утомленные или поглощенные заботом о чем-то другом, мы мимо своего внимания пропускаем эти спасительные слова и не воспринимаем то, что может действительно обновить нашу веру, укрепить наши силы, освежить наш разум, отточить нашу мысль. Потому что нет ничего более сильного, как слова Божии. И нет ничего более значимого, чем повествование о страданиях, смерти и воскресения Спасителя. Да поможет нам Господь непраздно провести эти дни, отделяющие нас от святозарного воскресения. Да поможет нам Господь по мере проникновения в эти дивные евангельские тексты войти в атмосферу ту, которая царила в древнем Иерусалиме, который так радостно встретил Спасителя и который затем, отвернувшись от Него, совершил страшное преступление, убив Мессию, Бога и человека, Спасителя Господа Иисуса Христа. И радость воскресения, радость Святой Пасхи, это радость о победе Христа над злом. Только Он, Сын Божий, Сын Человеческий, имел силу и возможность преодолеть хитросплетение человеческого разума, организацию политической воли, направленной против Него, силу римского воинства, все сумел победить своим воскресением, указывая нам на то, что если мы с Ним проходим через трудности своей собственной жизни, то обрящим и воскресение, то есть радость победы над этими трудностями всей жизни и воскресение в жизни вечной. Да хранит всех вас Господь!